Итак, давайте поговорим об обзоре рынков, чтобы вы понимали вообще, откуда у нас этот анализ и почему мы говорим о надежности и гарантии вообще наших финансов. Мы не говорим о надежности и гарантии проектов, потому что вы понимаете, что мы не даем никаких гарантий. И вообще гарантии, знаете, всегда бедный человек, он ищет гарантии, а богатые люди гарантии создают. Так вот, друзья, мы не даем гарантии, но мы создаем гарантии для вас и вашего бизнеса. Почему? Потому что рынок сегодня меняется и, естественно, мы видим большую конкуренцию. То есть давайте посмотрим актуальность рынка. Какие рынки сегодня актуальны? Кто-то занимается продажей мобильных телефонов, но мы видим, какая конкуренция на этом рынке. Все помнят, наверное, телефон такой Nokia, да, у кого-то, может, был еще такой у меня первый телефон был Nokia 3310, да, которым можно было колоть орехи, и он никогда не ломался и держит в батареях. Помнят, кто такой телефон? Есть у кого-то? Это одни из лучших телефонов было в то время. Поставьте плюсики, если кто пользовался тоже этими телефонами. Да, но мы сегодня видим, как вообще рынок вытеснил эти телефоны, мы видим айфоны, самсунги, а Nokia очень мало слышим, то есть компания уже давно отстала. Мы видим, как печатные машинки перешли к ноутбуке. Постоянно идет борьба о конкурентной способности. Мы видим, как создаются приложения. Сегодня миллионы приложений. Вот последний семинар, который я слушал по приложениям, ну, чтобы как вообще заработать первый миллиард на приложениях. И, честно говоря, аналитики просто с этого смеются. Почему? Потому что сегодня создаются такое количество приложений, а руководитель Google вообще говорит, что в ближайших 3-4 года приложений не будет. И представьте, люди стараются, создают в надежде получить какие-то миллиарды долларов, как сделают WhatsApp и Viber, а на сегодняшний день мир уже поменялся, человек не успевает. Мы видим, как меняются машины, да, марки машин, что сегодня просто покоряет весь мир эта машина Tesla, которую я также хочу приобрести. И, естественно, мы видим, что идет конкурентная борьба. Но борьбы никогда нету в потребительском рынке. Людям всегда нужна была недвижимость, средства передвижения и отдых. И наша задача – это иметь такие программы, где человек сможет это приобретать на более выгодных условиях. Этот рынок уже сформирован. Вы понимаете, что рынки эти уже сформированы. Но нам нужно просто дать лучшее предложение и заработать на этом деньги. Вот это настоящий бизнес. Мало того, что сегодня мы работаем с финансово емкими рынками. И вот надежность – это создание гарантии. Давайте посмотрим продуктовые компании. Они буквально заходят на рынок. Мы видим, как быстро они выходят. Тоже в FIFI и различные компании. Телецпри, Манови – потрясающая компания с соками. Но она на сегодняшний день не выжила на этой конкурентном рынке. Мы видим, Каяни так и не вошел на российский рынок. Мы видим, сколько компаний закрылись. А вообще меня потрясает эта компания. Вот G-Network – компания непрерывных инноваций. Она пошла вообще другим путем. Она пошла, начала внутри компании создавать каждые полгода новые продукты, которые также успешно закрываются, как и все компании. И таким образом человек в одной компании продолжает терять деньги. Естественно, видя это, что происходит на рынке, мы понимаем, что гарантии в компании нет никакой. И нам нужно создать механизм, который позволит человеку создать гарантированную безопасность вне зависимости от развития компании. Я думаю, каждый из вас хотел бы иметь такой инструмент, позволяющий вам стабильно зарабатывать и не зависеть от того, насколько компания будет жить на рынке, а насколько она не будет. Продержится компания 2-3 года или не продержится? Скажите, пожалуйста, вы хотели бы участвовать в такой компании? Есть ли такие люди? Вот недавно очень многие рекрутировали меня в компанию. Это быки и медведи, инвестиционный доход, пробиржи. Я посмотрел, я сразу посмеялся. Но Соединенные Штаты закрыли всю спекулятивную деятельность со Штатов, а тут у нас на постсоветском пространстве процветает. Но, как мы видим, компания не продержалась и 3 месяца закрылась. То есть у меня уже на это просто есть чутье, и у всей нашей команды, которой мы работаем, мы четко можем видеть скорость закрытия компании или скорость развития. Продуктовая компания – это максимум 2 года. На третий год уже идет стыгнация, и либо компания закрывается, выходит с рынка, либо она пассивно на потребительском рынке продолжает развивать. И вот сегодня мы вам даем тот инструмент, который гарантированно вас обезопасит от всех компаний, которые то заходят, то выходят и так далее. Благодаря чему мы этого достигли? Во-первых, мы проанализировали рынок. Мы нашли лучшие предоставленные услуги, которые уже есть на рынке, на сформированном рынке. И мы взяли такие рынки, как самые финансовые емки. Да, мы видим, туристический рынок, он уже сформирован. Только 2014 год – 10 триллионов долларов. Благодаря Caribbean Bridge мы сегодня предоставляем на этот рынок лучшие услуги. Ну скажите, пожалуйста, какая компания позволяет бесплатно путешествовать? Или какая тур-компания позволит вам бесплатно путешествовать? Мы благодаря Caribbean Bridge это делаем. Да, также мы работаем в рынках в сфере автомобильного и недвижимости, и также социальных программ, о которых я тоже поговорю. Но это уже для закрытой школы, где каждый из вас будет обеспечен всеми социальными потребностями. Потому что рынок, который мы берем, это вечные потребности. Неважно, какая конкуренция на рынке. Наш рынок, он постоянно потребляемый, постоянно нуждается в потреблении. И естественно, вы посмотрите, насколько он финансово емкий. Вот, например, за прошлый год, 2014 год, было продано 71 миллион автомобилей. Если брать среднюю стоимость 50 тысяч долларов, вы понимаете, что есть автомобиль и по полмиллиону долларов. Я взял среднюю стоимость. Ну, честно говоря, вот я живу в районе, где тут постоянные одни политики, то машина меньше 100 тысяч не проезжает здесь. То я понимаю, что если взять среднюю стоимость автомобиль, то это годовой оборот, это 3 квадриллиона, даже я не могу выговорить эту цифру, оборот средств. Следовательно, нам надо предоставить на этом рынке такие условия, чтобы человек покупал именно у нас. Ну и рынок недвижимости, мы понимаем, что это вообще рынок, который потрясает мир. Почему? Потому что человек будет все делать и зарабатывать деньги, но только не жить на улице. Он будет снимать квартиру, он будет покупать квартиру. Естественно, инвестиции на мировом рынке недвижимости только в первый квартал 2015 года достиг уже 148 миллиардов долларов, при том, что идет кризисная ситуация экономики во всех странах. Ну и понимаем, что вообще на этом рынке крутится 28 квинтиллионов долларов и естественно 7 миллиардов человек нуждаются в жилье. И анализ наш был именно прогнозы на этот рынок, для того, чтобы предоставить лучшие условия и естественно участвовать в этом рынке и получать с этого рынка максимальные доходы.